Многие меня просили, многие хотели, катаклизм сверхновой, окей, давайте сделаем, опять же спасибо за ожидание, новое достижение, лучший друг алхимиков, так подожди, а как это использовать, пора стать самым честным, самым легальным читером во всем Майнкрафте, и я не шучу, всем привет дорогие друзья, я Лоложка, это магические похождения, мама, лайк, поехали! И из названия ролика вы все правильно поняли, по правде говоря, читы здесь слишком громкое слово, поэтому лучше всего использовать лайфхак, вот это идеально, короче, если очень просто, то есть солнце, это солнце впитывается вот в этот блок, и данный блок передает энергию сюда, как вы видите, все копится, бла-бла-бла, но очень медленно, то есть на данный момент, чтобы сделать один такой блок, нам понадобится 73 тысячи энергии, и как вы видите, вырабатываться это будет, ну как минимум минуту, на всякий случай решил посчитать, 73 тысячи мы делим на 160, именно столько у меня вырабатывается в секунду, и получаем около 500 секунд, то есть это около 8 минут, короче, дорого, долго, и это только блок эфирного топлива, а смотрите, что нам понадобится дальше, голубая материя, миллион шестьсот тысяч ЕМЦ, тут даже считать долго не надо, это 10 тысяч секунд, то есть 3 часа реального времени, не-не-не-не-не, надо ускорять по-любому, но чего именно нам не хватает, 73 серия, возможно, это какой-то редчайший ингредиент, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это просто, мать его, алмаз, во время предыдущей серии мы решили решить эту проблему, и сделали алмазную кирку на удачу 17, но на этом я не собираюсь останавливаться, потому что с этой удачей нам с одной алмазной руды падает примерно по 6, по 7, по 8 алмазов, это мало, чтобы добиться такого огромного уровня зачарования, нам понадобится сверхчарователь, и иногда за огромное количество уровней он дает ровно 0, представьте себе, нифигашеньки, чаще всего 1, но иногда с повышенным шансом 2, а то и 3 уровня удачи, но это если повезет, кхм, короче, здравствуйте, торговка, я вам токены, вы мне книги воспоминаний, и после этого впитываем, и получаем по 10 уровней за каждую книгу, вот просто посмотрите, сейчас я потрачу 60, кстати, с каждым разом тратится все больше, ну-ка, серьезно, удача отвернулась от вас, то есть я потратил 60 уровней и ничего не получил, эх, это мод Андрея, и здесь все не так просто, даже несмотря на то, что у тебя много левелов, окей, попробуем еще раз, ооо, а вот сейчас дикое везение, было 17, стало 20, и давайте попробуем еще разочек, опа, удача повышена на 2, мало ли кто-то не знает, но все токены, которые мы зарабатываем, мы получаем продавая шерсть, то есть эти книги куплены за шерсть, но по правде говоря, шерстка уже постепенно заканчивается, и надо будет включить генератор овечек, опять копим 60 уровней и бам, ооо, нет, теперь надо 70, ё-моё, да, это вот то, о чем я говорил, с каждым разом все дороже и дороже, ооо, зато мне опять повезло, удача 25, кстати, некоторые по-любому будут писать, Рома, сделай так, чтобы у тебя алмазная руда создавалась с помощью ЕМЦ, потом ставь ее на землю и копай алмазной киркой, Не-не-не-не-не, это так и не работает, как минимум потому, что алмазная руда не имеет ЕМЦ и ее нельзя генерировать, так что автор мода все продумал. Короче, нам надо примерно 100 калмазов, пожелайте мне удачи. Ё-моё, обалдеть, ребят, ха-ха, да ладно, залеж из 8 алмазов, какая же это редкость, В итоге, как говорится, та-да-да-дам, та-дам, сразу больше стака, 72 алмаза, ё-моё, Сейчас наш генератор работает со скоростью 160 в секунду, а будет примерно 200, не-не-не, даже 240, Да, ровно так, как я и сказал, две красные материи, то есть плюс 80 в секунду, мы это, конечно, забираем, И самое главное, надо создать еще две черные материи, ой, хорошо то, что у меня все прибамбасы присутствуют. Спасибо за внимание, забираем, и сейчас кое-что посчитаем. Ставим слева, ставим справа, и окей, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Умножаем на 40, это 280, 73 тысячи мы делим на 280, и сколько получается? 260! То есть мы это делим на 60 секунд, и того 4,5 минуты, йоу! Вот это, я понимаю, крутой результат, потому что до этого было примерно 7-8 минут. И, как вы видите, энергия идет намного быстрее. Но, внимание-внимание, вот эти третий уровень сборщиков энергии можно улучшить. Вот оно, четвертый уровень. Один такой блок генерирует по 120 емц в секунду, но смотрите, что здесь добавляется. Тот самый голубой огонек. Три красной материи, господи, я только что еле-еле две создал. Далее, зейтерон топлива. Эммм, ааа, нужно эфирное топливо. Но оно как раз у нас делается, то есть вот блок, просто переделываем и бум! Теперь мы можем взять и соединить это с философским камнем. Только подожди, что это за философский камень такой? Серьезно? Алмаз, редстоун и светокаменная пыль? Пфф, без проблем, сейчас сделаем. Опять же, спасибо за ожидание. Новое достижение! Лучший друг алхимиков! Так, подожди, а как это использовать? у него просто есть какой-то заряд и а вот она что на камень это точно реагирует а если какая-нибудь земля ох нихрена себе обалденно серьезно на пшеницу на руду это никоим образом не влияет а если обсидиан что нет стой стой нет я не хотел так больше никогда не делаем и кстати я понял как это работает смотрите навожу на доске ничего слева сверху не появляется далее навожу на землю и тадам у нас песочек то есть нам прям показывает как это все будет меняться ну-ка и реально песок теперь это превратится в землю что это было а господи это фермер и смотрите у шерсти тоже что-то меняется да ладно мы можем на любой цвет поменять охренеть любую листву создать ну на бездный камень по-любому это никак не влияет и так окей вот это наверное зря сделал эх жалко то что золото нельзя превратить в алмазы арбуз меняется на тыкву и так далее короче этот философский камень бесполезен кроме крафтов конечно же нам надо все еще о так вот оно что ни хрена себе сколько у него созданий короче этот философский камень бесполезен но не в крафтах потому что смотрите что здесь открывается мы можем золото поменять на железо изумруды на два алмаза ё-моё вот это я понимаю выгодный обмен не отвлекаемся делаем себе зейтерон топлива время горения 5 часов обалдеть но нам надо всего лишь четыре штуки и после этого все это нужно соединить я посмотрим с той самой красной материей одна материя это пол миллиона энергии нам надо полтора миллиона следовательно мы сейчас полтора миллиона делим на двести восемьдесят и это пять тысяч триста пятьдесят семь секунд то есть надо подождать полтора часа не-не-не-не мы как-нибудь по-другому например у нас 19 изумрудов а это триста тысяч емц как вы понимаете это сэкономит нам примерно полторы тысячи секунд запихиваем пусть пока что валюта у нас будет эфирное топливом далее надо запихать ну допустим два за и терон топливом у атаку там то есть нам надо добиться того чтобы здесь было написано емце в стаке полтора миллиона пойду-ка я наверное за алмазами ну посмотрим что из этого получится запихиваем потом еще и в итоге давай полтора миллиона пожалуйста да получилось но и тить колотить я только сейчас понял как мы раздвоим эту красную материю если у нас даже одной нету а придется крафтить ау е бэйби все получилось и теперь давайте посмотрим будет ли это работать так как мы хотели им кладем сюда красную материю все вроде как получается и после этого запихиваем много эфирного топлива ё-моё у нас их даже четыре немного перебрали в плане энергии так а теперь мне нужно немного топлива я дебил господи я его уничтожил а у нас и эфирного нету чтобы его раздвоить ё-моё придется с самого нуля все крафтить короче раз два три пип создал вот такой сундук в который положил по одному образцу каждого важного предмета то есть мы берем эфирное топливо и начинаем это все переделывать переделываем переделываем создаем создаем и получается 29 потом мы снова этот один образец кладем в сундук и не прикасаемся к нему до тех пор пока не захотим раздвоить понятненько да вроде бы понятненько зейтерон топлива получили 7 штуковин и все мы наконец-то можем сделать голубая материя хо-хо так подожди а теперь нам надо еще немного редстоуна взять да ой смысле светокамня привет сборщик энергии ты мне понадобишься иди сюда наконец-то мы тебя улучшим голубую материю сверху по бокам света камень снизу света камень и ура 120 с одного блока ну я имею ввиду 120 энергии в секунду вау вот это скорость вот это реально шикарно правда мне не особо нравится то что валютой выступает эфирное топливом давайте валютой будет у нас за и терон топлива во вот это прям зашибись вот так вот и делаем все одна такая штуковина это 32000 емц и скорость реально шикарная я даже не знаю сколько здесь сейчас 40 мы умножаем на 6 это 240 плюс 120 это триста шестьдесят в секунду хорошо многие меня просили многие хотели катаклизм сверхновой окей давайте сделаем делается все очень просто сначала катализатор потом добавляется эфирное топлива и тадам катаклизм сверхновой все это больше улучшить нельзя и я не знаю что за бум будет опана найден сцепи ну что ж здравствуйте мы вот так вот делаем и уходим как можно дальше подожди подожди а что это за взрыв такой странный то есть вы поняли да этот катаклизм бьет неравномерно потому что иначе бы здесь тоже блоки были разрушены он разрушил крышу и стену а почему он угол тогда не тронул вау это реально очень странный динамит давайте попробуем жахнуть где-нибудь здесь ну-ка хммм очень очень непонятно да тогда проверим катализатор он наверное послабее но все равно ну да просто послабее в общем я понял как это работает тот же тензи если говорить про катализатор но взрывается сразу не наносит урон игроку а вот катаклизм это уже куда более мощный тензи который также не наносит урон кстати про дракона скелета не забываем мы его превращаем в дракона зомби поэтому кормим гнилой плотью все насытился так быстро и по моим подсчетам ему надо скормить еще сколько-то гнилой плоти во время предыдущей серии мы попытались поменять себе руку и ногу да да прям поменять прям вот взять свою отклеить и поставить другую кибернетическую ну может быть ему сил не хватает а может быть у него просто это кибер нога и кибер рука не соединены нервами то есть он просто их не чувствует некоторые скажут найди информацию в интернете а я скажу даже на официальной вики ничего про это не написано именно поэтому мы просто пробуем например сейчас у нас появились блюпринты которые меняют кости то есть их можно создать но для начала вот это надо переделать и еще переделать и положить вот сюда так 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 в принципе все ресурсы у меня есть создаем и что это такое я правда хзм увеличивает хп серьезно да ладно то есть это надо запихать вот сюда да ё-моё насколько больше хп у меня станет да вот так вот вот так вот и я не особо заметил чтобы у меня был прирост поэтому давайте я заново удалю и проверим 4 сердечка а стало 2 сердечка ааа то есть реально прибавляется 2 но это сто процентов не то что позволит носить кибер ноги поэтому давайте попробуем другую кость и она ага зачарованная ааа ты посмотри она впитывает энергию падения то есть мы не получаем урон при падении болинский блин опять не то в общем решил погуглить еще глубже и нашел видео в котором ютубер делает так как сейчас сделаю я вот смотрите у него левая нога мы ее поставили мы молодцы и еще здесь он ставит колесики так и после этого он просто заходит и себя меняет ну-ка пожалуйста я делаю все так как делает ютубер что я только что ходил нет но я только что ходил может быть мне надо по ноже снять нет это тоже не работает господи какого хрена неужели у меня просто сборка боганулась возможно это должно работать но не работает потому что у меня тупо какая-то конфликтация с модами происходит ё-моё давайте в сердце попробуем запихать сердечно-сосудистую муфту по идее она будет пускать электрический пульс именно так здесь написано окей этот самый электрический пульс может нам помочь и мы нет все еще не стоп 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 господи да ладно ребята я хожу но хожу очень странно я решил проблему реально надо было пустить пульс господи я столько серий мучился но при этом смотрите как я хожу типа я иду иду я не не отпускаю кнопку если что то есть он просто сам останавливается что происходит с тобой дружище у тебя энергия заканчивается да 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 скорее всего реальная энергия заканчивается а знаете почему потому что вообще-то наверное мой метаболический генератор тупо не работает написано использует калорий чтобы создавать энергию так калории а у меня же наверное из калорий то только ананасы а ананасы возможно с другими модами короче это просто не работает и калорий не создаются давайте тупо мясо съедим вот мы проголодались сейчас я человек хожу все еще очень криво мы кушаем а блин нет и все равно мы ходим как-то криво по всей видимости мой метаболический генератор просто работает хреново все это время я думал то что мы не можем ходить потому что у меня тупо баги а оказывается вот эти 25 энергии в секунду не вырабатываются давайте чисто ради эксперимента попробуем убрать вот эти колесики которые тратят две энергии в секунду и будем ли мы ходить таким образом быстрее вот что надо проверить прощай косточка меняемся 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 колесика в руки получаем и попробуем походить вот мы идем и слушайте по-моему на один блок больше проходим а чёрт это все равно очень странно потому что энергии недостаточно чтобы окончательно убедиться прав я или нет мы еще запихаем solar skin то есть солнечную кожу все снова меняемся давай давай заходи сейчас у нас будет три типа генераторов и мы ходим мы ходим ребят мы ходим мы ходим мы ходим мы ходим я могу ходить божечки мои я хожу так подождем то есть мы догнали мой метаболический генератор немножечко говно он не хочет вырабатывать энергию получается сейчас без него у меня вырабатывается здесь шесть и вот здесь четыре итого 10 этого как раз хватает на что правильно на ноги но 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 я понял как оказывается скорее всего когда мы кушаем у нас энергия реально начинает вырабатываться да с помощью метаболического генератора проблема лишь в том то что так давайте здесь очистим смотрите здесь так и написано 25 вмещается то есть у нас реально как вот здесь написано вырабатывается 25 в секунду через какое-то время перестает вырабатываться а так как лимит был 25 он просто сразу же заканчивается вот она что следовательно о я только что остановился что ага иногда все равно не хватает энергием а чё у меня такого понял понял моя мускулатура которая тоже требует три в секунду короче я понял как решить эту проблему мы действительно должны кушать но при этом нам надо создать такую штуковину которая будет копить энергию вот она storage energy 3000 вмещается и нам надо сделать это с помощью ну правильно кибер-зомби эй кибер-зомби дайте пожалуйста эту штуковину и моё да вы самые лучшие 20 это по-любому стопроцентный шанс что максимум 50 процентов все мои детские мечты просто канули ну блин ладно тогда пусть два сканера работает и один из них по-любому даст блюпринт ой кстати смотрите у нас сейчас ночь наступит и по идее снова буду медленно ходить да 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 видите я все чаще останавливаюсь потому что солнечная кожа перестает вырабатывать энергию так и быть кибер ногу я пока что убрал будем ходить обычными ножками нам надо тупо дождаться пока появится storage energy а сейчас знаете что он я хочу это ускорить помните да пьедестал из темной материи 5 миллионов емц дорого но что поделать красная материя по крайней мере у нас создается теперь мы сейчас вот так вот берем один образец далее запихиваем вот сюда и проверяем сколько сделается серьезно одна всего лишь одна то есть за всю эту мать ее серию накопилось миллион ну то есть вот здесь 430 и здесь 470 и того 900 тысяч ой тьфу блин какую за всю серию мы же до этого еще сделали кучу всего что-то я туплю так ладно суть я понял а вот скелета дракона я все-таки покормлю держим ну-ка так 97 я могу еще покормить отлично мы это сделали 100 из 100 но черт подери когда ты станешь зомби это ж сколько кормить-то тебя надо проглот давайте снова напомним себе сейчас мы делаем 4 красной материи до долго и одна стоит 466 емцем далее нам надо 6 черной материи которая одна стоит 557 нихрена себе то есть это будет создаваться даже дольше чем красная и и при этом нам надо 6 они 4 ё-моё короче я по ходу умру но не умрете вы потому что я буду использовать паузы а так огромное спасибо за просмотр данной серии ребята если вы досмотрели до этого момента то пожалуйста поставьте лайк если на этом ролике еще не набралось 50 тысяч то умоляю вот правда ваши лайки это огромный бут для всего канала и все больше я не прошу огромное спасибо одного раза за эту серию достаточно и если вы здесь впервые то можете подписаться на канал поставить лайк позвать друзей а с вами было ложка и лайк всем удачи всем пока 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 корабль Продолжение следует...